и когда я был первый раз вряд ли кто-то из вас знал когда и когда это было я в конце расскажу об этом в общем то для вас я впервые и я то что я наблюдаю очень радует мое сердце потому что я вижу очень благословенную общину и откуда откуда мы знаем что это община благословенная откуда мы можем знать что человек в благословении что народ божий в благословении у нас есть ли какой-то инструмент который или градусник который мы можем поднести и посмотреть насколько это человек благословен или нет эти достаточно посмотреть на тех людей которые составляют общину на те взаимоотношения которые есть конечно можно смотреть на то что у тебя есть и чем ты владеешь чем ты обладаешь с чего ты добился что составляет твою материальную так скажем базу но самая большая ценность которая есть у вас который я заметил или обратил внимание или поселилась в моем сердце за вчерашний один день это люди это вы вас прекрасная молодежь которая жертвенным поклоняющимся и страстным сердцем которые настолько посвящены богу знаете нездоровой церкви не может быть хорошей молодежи так не бывает поэтому когда я вижу молодежь которая стремится поклоняться богу со служащим сердцем это говорит о том что те процессы которые есть между вами они здоровы и и когда ты понимаешь что главная ценность это те люди которые есть между вами то все что у вас есть и все что вам предстоит сделать вы сможете это сделать потому что вы не одни потому что те кто рядом с вами они будут подставлять не подножки а подставлять плечо и вместе следовать пусть бог благословит друзья и мне так понравилось то благословение которое вы делали по отношению к детям и дети к вам вы практикуете благословение это здорово и моя тема или то о чем бы я хотел поделиться это сила благословения какая важность в том чтобы мы были благословением друг для друга чтобы мы благословляли друг друга апостол павел в первом в послании к хафесианам в первой главе третий стих говорит благословен бог и отец господа нашего иисуса христа благословивший нас во христе всяким духовным благословением небесах благословивший нас во христе всяким духовным благословением в небесах. Мы с вами благословлены Богом. Это сердце Божие, открытое навстречу человеку, чтобы благословлять. Знаете, впервые мы встречаемся с этим словом в самой первой главе Библии. Когда Бог сотворил землю, сотворил человека, и следующее, что Он сделал, написано, и благословил их. Потом мы встречаемся в истории с Авраамом, и когда Авраам последовал за Господом, о нем сказано, и благословил Бог Авраама всем. Бог расположен в том, чтобы являть свое благословение нам. Что такое благословение? Конечно, сегодня мы его знаем в большей степени, наверное, как такое доброе расположение или доброе слово в чью-то сторону, такое, когда мы замечаем что-то доброе в человеке, подчеркиваем это и выражаем. Безусловно, это духовное действие. Но когда мы встречаем это в самом начале, когда это благословение исходит от Бога, оно имеет огромную духовную силу, потому что это высвобождение того помазания, то есть силы, которая необходима человеку для реализации того, к чему он призван. Бог благословляет, то есть Бог ставит задачу, а затем он благословляет, наделяет всем необходимым, чтобы ты мог осуществить эту задачу. Поэтому, когда вы смотрите сегодня на те задачи, которые стоят перед вами лично, или перед вами как перед церковью, может быть масштабы которых вас заставляют немножко содрогнуться, помните о том, что Бог, ставя задачи, он и дает и благословение. Бог, призывая к чему-то, он дает помазание, способность и все возможности для того, чтобы это реализовать. Таково его сердце к нам, сердце любящего отца. Это здорово. Но знаете, Бог приглашает нас в нечто особенное, когда Он призывает нас благословлять друг друга. В книге чисел 6 главе мы читаем то, что Господь сказал священникам, и скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Давайте скажем, и я благословлю их. Бог включает нас в процесс, представляете, тот Бог, который Словом Своим сотворил все, что мы видим, видимое и даже невидимое. Он приглашает нас в это партнерство, в это сотрудничество и говорит, я хочу, чтобы вы от моего лица благословляли мой народ. Этими словами. И когда вы это говорите, когда вы действуете таким образом, я благословлю их, это интересное, это потрясающее партнерство, что мы могли бы сказать, что Бог, у меня есть отношения только с Ним, и мне достаточно, что исходит от Него, но Он хочет нас соединить и включить в жизнь друг друга, чтобы мы с Ним были в этих партнерских отношениях. Вы представляете, какая привилегия, какая честь, а при этом какая возможность, какая сила, какое отношение эти слова имеют к нам? А самое прямое, потому что мы есть священнический народ Нового Завета. Кто те священники? Сегодня мы, церковь, являемся этими священниками, которые должны провозглашать это благословение в жизнь своей семьи, своего дома, в жизнь своих детей, в жизнь своих родителей, в жизнь своих соседей, с тем, с кем вы работаете, в жизнь своего города, своей церкви. Мы призваны, мы поставлены на это. Бог пригласил нас к этому благословлять. И здорово, что вы уже это практикуете, здорово, что у вас уже это есть. И продолжайте это делать, продолжайте это делать. И Павел говорит нам, что мы благословлены. Он как будто бы возвращает нас с самое начало и говорит, во Христе Бог благословил нас всяким духовным благословением. Хочется подчеркнуть, что всяким. Иногда ты думаешь, что Бог может дать что-то определенное, или у Него вот есть вот только такой набор благословений, а тебе нужен другой набор. Водители, у кого машины есть, понимают, что нужны разные ключи, разные инструменты для того, чтобы, когда тебе дают то, что осталось, ты понимаешь, ну вроде бы дали, вроде бы есть, но что с этим делать? Как это может помочь? Но у Бога не так. Бог благословил нас всяким благословением. То есть для всякой ситуации, для любых обстоятельств, Его благословения достаточно. Но я хотел бы, чтобы мы пошли чуть-чуть дальше. Как далеко мы готовы пойти в том, чтобы распространять это благословение? Ну понятно, мой дом, моя семья, мои дети. Как говорится, кто, если не я? Понятно, мои близкие. Понятно, моя церковь. Понятно, те, с кем, может быть, вы работаете. А как насчет сложных людей в вашей жизни? Они вообще у кого-то есть? У кого-то есть сложные отношения с кем-нибудь? Как говорят сегодня такие вот токсичные люди рядом. Они вроде на вас не нападают, они вроде там с ножом к вам не пристают, но когда они рядом с вами, ну вы прям вянете, это прям вот, ну вы чувствуете, что что-то, воздух прям вокруг вас отравляется, и вы не знаете, как дышать, как жить. Бывает так? Представьте, что кто-то на другом конце думает так о нас. Думает, что для кого-то я могу быть токсичным человеком, да? Знаете, самое сложное, это пойти в своем благословении дальше своего дома, своей семьи, пойти с этим благословением в сложное отношение. Евангелие от Матфея, пятая глава. Знаете, о некоторых местах в Библии хочется сказать, лучше бы их не было. Так было бы немножко проще. Так было бы немножко легче идти. Но некоторые места в Библии, они все-таки есть, они провозглашены, они для нас, и они для нас вызов и рост. И более того, они показывают нам то, какими мы должны быть. Матфея, пятая глава, 45 стих, 44 стих. А я говорю вам, это слова Христа, любите врагов ваших, и дальше благословляйте проклинающих вас. Благословляйте. То есть Господь приглашает нас пойти со словом благословения, с молитвой, гораздо дальше своего дома, своих близких, приятных нам людей. Благословлять. Скажите, это легко? Не так-то просто. И есть некоторые вещи, которые нам мешают это делать. Знаете, одна из таких самых простых вещей, которую я совсем недавно для себя понял, почему мне трудно. Потому что есть ощущение, что когда ты благословляешь своего врага, или своего соперника, или того, кто с тобой борется, ты как будто бы аннулируешь все то недоброе, что он делает в твою сторону, как будто бы ты должен оправдать его, как будто бы ты должен сказать, да нет, все хорошо он делает, а у тебя как бы язык не поворачивается, что то, что тебе больно приносит, назвать это хорошим. Правда? Но Господь не призывает нас к этому. Он не призывает нас оправдать человека. Он не призывает нас снять с него вину. Он призывает нас благословить. Не давать оценку. В каком-то смысле, сам Иисус говорит здесь, благословляйте проклинающих. Он говорит, эти люди вас проклинают, и это так и есть. Я это не называю каким-то другим словом. Для тебя не нужно этого человека для себя представить каким-то лучшим другом. Ты понимаешь, что на другой стороне соперник, но ты выходишь не на борьбу с ним, не на противостояние, а ты благословляешь его. Благотворите ненавидящим вас. Иисус не обнуляет. Он говорит, да, это ненависть. То, что ты чувствуешь, это ненависть. Оно так и есть. И поэтому тебе больно. Но я говорю тебе, не отвечай в ответ ненавистью. Благотвори. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас и добудете сынами Отца вашего Небесного. Ого, какая заявка! Какой уровень! Именно эти черты, именно эти действия, именно эти выборы, эти поступки и эти решения определяют нас, нашу схожесть, соединяют, отражают то ДНК Отца, которое в нас есть. Ничто не делает нас настолько похожими на нашего Небесного Отца, как наша способность прощать, благословлять, благотворить. Ничто. Именно эти действия показывают наше родство с Ним, являются свидетельством. Второй момент. Мы думаем, что сложно благословлять, потому что, ну, может быть, у меня и у самого не так много. Чем я могу благословить? Мне самому бы как-то справиться, а отдам, еще меньше будет. Да? Ну, бывает так. Ты посмотрел, посчитал, думаешь, ну, мне бы тут самому как-то протянуть. А тут еще кому-то, да еще и если врагу. Но математика Небеса, она другая. Арифметика благодати совершенно другая. И Павел напоминает, он говорит, вы благословлены всяким духовным благословением. Мы должны научиться смотреть на свою жизнь с позиции того, что мы находимся под благословением Христа. Всяким духовным благословением. Когда мы с Ним в одной позиции, с позиции нищеты, с позиции ощущения того, что у меня ничего нет, ты не можешь благословить. Ты испытываешь стыд, неловкость, неудобство какое-то. Но когда ты осознаешь себя с позиции благословленного человека, человека, который имеет во Христе все необходимое, ты можешь отдать. Почему? Потому что меньше у тебя не останет. Потому что у Христа всего достаточно. Потому что Он все дал тебе необходимое. Поэтому, когда ты отдаешь с этой позиции, ты никогда не обнищаешь. А наоборот, ты еще больше обогатишься. И знаете, наше богатство, оно может определяться тем, сколько я скопил, что я построил, что я сделал. Или то, насколько я благословен, часто мы смотрим, а что у человека есть, на какой машине он ездит, в каком костюме он ходит, сколько за ним человек стоит. Ну, когда ты прикидываешь, и ты можешь, да, вот у нас такой рейтинг какой-то составить. Вы знаете, это Писание говорит нам о том, что, может быть, у тебя не будет чего-то большого, но ты можешь быть благословенным человеком посредством того, как скольких ты благословляешь. насколько хорошо ты разбираешься со своими врагами, насколько хорошо ты проходишь эти трудные пути с трудными людьми. И это может быть одним из главных индикаторов того, насколько ты благословенный человек. Это способность приобретать себе друзей из врагов. Что сказал? Да? Приобретать друзей себе из врагов. А давайте вспомним вот эти слова о том, что мы благословлены всяким духовным благословлением через Христа в небесах. Кто это говорит? Павел. Мы знаем его, как великого апостола, который определил наше богословие, понимание, сформулировал многие вещи, которых мы сейчас держимся и на которых мы стоим и живем, как церковь новозаветная. Абсолютно точно. Величайший человек, определивший множество векторов для всего, всех учеников Христа последующих. Но был ли он всегда таким? Нет. Мы знаем, что в его истории, в его биографии есть момент, когда он как-то так невзначай, как будто бы оказался в ситуации, когда отдавал свою жизнь за Христа первый мученик Стефан. Павел стоял где-то в сторонке, караулил одежду Стефана. И вот мы читаем слова Стефана. Когда он видит Христа, когда он уже готов отдать свой дух в руки Христа, он произносит важное благословение «И не вмени им греха их». Вот это слова благословения. Кто бы мог подумать, что через некоторое время есть ли какая-то прямая связь между тем, что говорит Стефан, и тем, что Саввел присутствует в этом, и тем, что происходит потом с Саввелом. Ну, это трудно соединить, но мы знаем, что так происходит в его жизни. Стефан не проклинает, не не снизводит гнев Божий на своих мучеников, а он говорит, не вмени им греха. И вот Саввел продолжает гнать церковь, и сам Господь останавливает его, и он оказывается в очень выязвленном состоянии, слепой и преданный в руки тех самых людей, за жизнями которых он шел. Враг в твоем доме на расстоянии вытянутой руки. Знаете, Анании даже не нужно было ничего не делать. Он мог бы просто оставить его в стороне и просто дождаться, что произойдет с этим слепым человеком. ему даже не нужно было его убивать там или как-то что-то делать. Ему можно было просто ничего не делать. И таким образом посчитаться. Так было бы справедливо. Но наш Бог, он Бог не только справедливости, он идет дальше, он Бог благодати. И когда враг получает по заслугам, справедливо, воздаяние происходит. Это естественно. Мы можем сказать, это нормальный ход жизни. А когда вот из таких врагов Бог делает своих учеников, делает себе таких сыновей, которые потом переворачивают весь мир, вот это чудо, которое нас сокрушает. Когда благодать Божия настигает твоего врага, в его уязвимом состоянии, и делает из него тебе брата, и говорит Анани, благослови его, может быть, кто-то есть другой, в твоем доме нет никого, это твоя история, твои отношения, это твой путь. Я не знаю, мне хочется надеяться, что в вашей жизни нет настолько тяжелых отношений, настолько таких серьезных врагов. Хочется надеяться, что это такие мелкие стычки, хотя, возможно, бывает и так. Но Господь призывает и говорит, я благословил тебя всем. Твоего благословения хватит на твоих детей не в одном поколении, а в тысячу поколений. Моего благословения хватит для того, тех, кто рядом с тобой, для твоей церкви. Но я хочу, чтобы ты посмотрел еще дальше. Моего благословения достаточно и для самых трудных отношений твоей жизни. Я благословлю это. И ты увидишь это. И это сокрушит не только тебя, но ты увидишь это чудо. Мы просто себе представить не можем, насколько для Павла, просто представьте себе эту историю, из убийцы, из гонителя, он становится самой яркой, лучезарной звездой церкви, светящей настолько сильно. первые миссионерские путешествия. Мы, как церковь и состоящая из язычников, во многом должны быть благодарны его смелости пойти за пределы. Но все начиналось иначе. А с другой стороны, что далеко ходить? А кто мы? Всегда ли мы были друзьями Христу? Не примирились ли мы с Ним кровью Его, когда мы еще были врагами Ему? Но Он примирил нас с Собой, своей жертвой. Он благословил нас, спас нас, взыскал нас. Когда мы еще шли в противоположную сторону от Него, когда мы боролись с Ним. Он искал нас, чтобы благословить, чтобы изменить нашу судьбу, изменить нашу историю. И не только для нас, а для того, чтобы через нас потоки благословения пошли дальше. я верю, что у Господа есть огромный план для каждого из нас, чтобы мы стали свидетелями этих чудес, когда жизни людей, на которых, может быть, мы сами или мир вокруг нас поставил крест. Но для Бога это не проблема. Он говорит, крест это то самое место, тот самый инструмент, через который я совершаю искупление. Крест это тот самый инструмент, через который я поднимаю, восстанавливаю. Не проблема. Если крест они поставили, значит, мне туда. Значит, я иду в ту сторону, значит, я иду спасать, я поднимаю, я подниму его. Таков наш Господь. Слава Богу. Слава Богу. Пусть Господь благословит вас еще больше, чтобы благословение, которое вы имеете, вы могли его распространять без пределов, без границ. И вот та история короткая, когда я был здесь впервые. И никто из вас наверняка не знал о том, что я здесь был. Это была конференция, на которую приезжают многие люди несколько лет назад. Здесь был лидерский саммит. Здесь был такой момент, когда заносили кучу расколотых кирпичей и раздавали людям, чтобы они что-то там написали. И я взял этот кусочек кирпича и написал свое обещание Богу. Благодарность за то, что Он вел меня и я пообещал Ему, что я никогда не оставлю своего призвания. Я где-то сидел, вот ближе там к концу. Я уехал с этим кирпичиком. Этот кирпичик, кусочек кирпича до сих пор есть в моем доме. Я периодически возвращаюсь к Нему, которое напоминает мне о том обещании, которое я дал Богу, следовать за Ним. Вы, не зная сами, как вы можете действовать, как Бог может действовать через вас, являетесь благословением. Вы не подозревали, но это важное событие для меня было в тот самый момент. И это важный момент сегодня также для меня в этот момент, когда я стою перед вами. Для меня тоже происходит важный момент моей жизни, моего служения, хождения перед Богом. И спасибо вам за то, каким благословением вы являетесь. И пусть Господь обильно, обильно благословит вас. Много, без меры, щедро, как только может сделать Он любящий Отец. Мне хотелось бы помолиться и благословить вас. И если у вас есть место в своем сердце для меня или для нашей общины, дом Отца, я буду рад, если вы благословите и помолитесь за нас и благословите наше хождение и наш путь. Давайте мы встанем. Господь и Бог наш, мы благодарим тебя за то, кто ты есть, за все то величие и ту красоту, которую ты имеешь, но ты не оставил это для себя, ты не оставляешь это для себя, ты даруешь это своим детям, Господи. Мы благодарим тебя, Господь, что ты не захотел небес без нас. Господи, что ты открыл небеса для нас, ты пригласил нас. Господь, ты взывал к нашим сердцам, когда мы еще были врагами, когда мы сопротивлялись тебе, когда мы ходили в непослушании, твое сердце было обращено к нам. Господи, не отходят с...